И у меня в гостях Злата Николаева, редактор отдела бизнеса slon.ru. Злата, говорить мы будем о твоем материале, который называется «Поколение Y. Не хотим работать на дядю». Да. Кто такие поколения Y? Поколение Y – это с разницей в год-два поколение людей, которые родились с 1980 по 1990-1991 год. То есть поколение людей, детей, бэби-бумеров, если говорить в американских мерках. В России бэби-бума не было в 60-е годы, поэтому просто… Ну, это те, кому сейчас 25-30. Да, те, кому сейчас от 21-22 до 32. Какая отличительная черта этого поколения вырисовывается из этого исследования? Исследование посвящено тому, как эти люди относятся к работе. И, собственно, если говорить об их отношении к работе, отличительная черта заключается в том, что они, во-первых, не очень думают о деньгах, то есть они о них думают, но зарплата не главная при выборе работы, при выборе работодателя. Гораздо важнее какая-то социальная ответственность работодателя, то, насколько ценности совпадают у человека и у компании, в которой он идёт работать. Большое значение имеет собственная свобода, баланс между личной жизнью и работой. То есть люди не готовы просто потому, что им дали работу, сидеть и работать сутками. То есть они, наверное, могут работать сутками, если нужно, если какой-то там важный проект и так далее, который нужно реализовывать. Ну вот просто так, а посиди-ка, ты поработай на выходных, для них это не работает. Они не будут делать, когда, допустим, делали их родители просто потому, что боялись, что там лишатся своего... То есть они строже относятся к работодателю? Они строже относятся к работодателям, они не очень боятся, если это квалифицированные люди, если это люди с высшим образованием и люди, которые про себя понимают, что они что-то умеют и могут, они не боятся лишиться работы. Они, более того, стремятся к тому, чтобы периодически эту работу менять для того, чтобы реализовывать себя. Ну, то есть они не боятся лишиться работы, они не думают в первую очередь о зарплате. Это люди, которые уверены в завтрашнем дне, да? Они скорее, я думаю, что уверены в себе, и не то чтобы уверены в завтрашнем дне, а скорее понимают, что все очень быстро меняется. У нас сейчас, вот мы живем в таком мире, где сегодня, не знаю, если взять, самый простой для меня пример интернет, где сегодня все сидят в фейсбуке, а завтра, возможно, будут сидеть в каком-то другом месте и пользоваться другим сайтом, и вообще, там, не знаю, мобильные технологии, 3D, там. Ну да, вот 41% опрошенных предпочитают использовать современные средства связи, а не общение вживую и по телефону. Да, и по телефону. Это как вот эта шутка про то, что, ну, разве может фейсбук заменить обычное живое общение в ICQ? Вот, то есть, да, они предпочитают не говорить по телефону, они могут не встречаться лично, и им кажется, что гораздо быстрее, гораздо лучше, гораздо как-то продуктивнее общаться посредством, там, не знаю, каких-то мессенджеров. И более того, они испытывают дискомфорт, если они вот остаются без связи, потому что им кажется, что вот как только я, там, не знаю, отнимаю руку от пульта, я сразу теряю управление, и вот как, не знаю, как с руля руки убрать. Ну, то есть, у всего этого поколения есть вот эта болезнь. Если я не в интернете, значит, я потерянный человек. Ну, в принципе, это с одной стороны болезнь, а с другой стороны, в общем-то, так и есть. Ты всегда должен быть в курсе того, что происходит, чтобы все успевать. И, собственно, если человек в курсе того, что происходит, если он понимает, как что-то меняется, как меняется мир в рамках его работы, он, в общем, не боится потерять какую-то конкретную работу, потому что он понимает, что он вполне себе найдет применение в другом месте. А к чему надо, чтобы работодатель был готов, встречаясь с этим молодым, но уже уверенным в себе сотрудником? Ну, во-первых, к тому, что для него вот важен комфорт, для него важна свобода, для него важна самореализация. То есть, с одной стороны, это человек, который, если он лоялен к работодателю, он готов работать на него, и он будет делать все для того, чтобы его работа удовлетворяла. А как сделать такой человек лояльнее? Ну, я думаю, что, собственно, эту свободу предоставить, потому что я не договорила, что человек готов работать на компании, но при этом он всегда помнит про себя. То есть, он еще понимает, что я тоже сам по себе, какой-то там профессионал, и прежде всего реализовываю себя. А попутно еще компанию, в которой работаю, для нее что-то хорошее делаю. Кроме того, работодатель должен быть готов, чтобы в какой-то момент человек скажет, слушайте, вы мне все надоели, я ухожу и открываю свой бизнес. Это одна из таких важных черт поколения. Вот, собственно, мы это вынесли в заголовок, не хотим работать на дядю. Эти люди хотят делать что-то свое. Я вот, например, знаю как минимум двух представителей этого поколения, которые поступили следующим образом. Они пришли в большую компанию работать на дядю, набрались опыта, взяли некоторую базу клиентов, а потом вместе с этой базой клиентов ушли и сделали собственный бизнес. Причем, например, один из этих людей даже судится до сих пор с работодателем за то, что он, в общем, украл базу. Нужно ли работодателям опасаться, например, такого развития события? Я думаю, что, конечно же, стоит опасаться такого развития событий, во-первых. Во-вторых, нужно учитывать еще и то, что, возможно, вот это желание людей самореализовываться, его можно использовать для себя в своих целях. Это делают в многих компаниях на Западе. В России это, вот я только недавно узнала, делает Mail.ru Group. Они организуют такой, собственно, инкубатор внутри компании. То есть, если ты там какой-то топ-менеджер или просто менеджер, и ты хочешь что-то делать еще для себя, вот ты приходи со своей идеей, и мы, в общем, тебе поможем прямо внутри компании это все реализовать. То есть, это способ завоевать лояльность и удержать сотрудника. Да, да. То есть, хочешь свое дело, пожалуйста, мы тебе даже поможем в этом, только ты еще свою работу делай. Это, мне кажется, такой вот шаг как раз к тому, чтобы вот как-то с этими странными людьми, как кажется, наверное, более старшим поколению, совладать и с ними работать и получать эту работу. А если посмотреть на сравнение вот тех, кого опрашивали во всех остальных странах, со статистикой, которая в России. Вот интересно, например, что для россиян гибкий рабочий график не является вот таким уж безусловным приоритетом, да, и самым ценным преимуществом. То есть, большая разница. В России вообще отличается тем, что все вышеперечисленное, о чем мы сейчас поговорили, оно не так характерно для России. То есть, безусловно, характерно, но нет еще вот такого, что это там проблема-проблема для работодателей. То есть, для российских наемных работников все-таки важна гораздо больше зарплата. Они готовы перерабатывать, они готовы сидеть от звонка до звонка, и гибкий график для них не так важен. Вот за финансовую поддержку для покупки квартиры, в покупке квартиры, российские работники готовы буквально отдаться в рабство. Да, но мы же понимаем, что квартирный вопрос, он в России есть, да, и это очень важно для России, и для, естественно, да, ты берешь кредит и потом, в общем, работаешь. И еще тоже очень показательный ответ, что россияне чаще отказываются от любимой работы ради нынешней. То есть, вот на вопрос, на какие компромиссы вы пошли ради нынешней работы, гораздо больше людей, да, ответило, что отказался от любимой. Ну, потому что меньше вариантов, и если тебе предлагают хорошую зарплату, если тебе говорят, вот, в продолжении того, что ты сказала, что мы тебе будем помогать оплачивать кредит за квартиру, то люди вполне себе готовы, да, отказаться, потому что, ну, не знаю, семью кормить надо, машина, квартира, это все важно. То есть, у нас, в общем, можно сказать, судя по этому исследованию, этого поколения Y, которое есть в большинстве разных стран, толком и нету. Ну, я думаю, что оно просто менее себя проявляет пока еще, возможно, да, менее выражено, и, возможно, это еще там есть время, оно проявится. Через несколько лет, собственно, вот другое исследование Boston Consulting Group осеннее было про то, что этого поколения Y, его в целом меньше, чем поколение Бабибума. Ну, понятно, был Бабибум, там много народа, следующее поколение, там меньше народа, и поэтому будет очень сильный кризис кадров. И вот талантливые представители этого поколения Y, что в Европе, что в России, они будут в цене, и я думаю, что и за российскими талантами будут охотиться в том числе люди Запада или там из Азии или из Штатов. То есть будет такой международный обмен кадрами, потому что людей квалифицированных просто не будет хватать. Ну, потому что их мало, их меньше, чем нужно. И последний вопрос. А что произойдет, когда закончатся буквы для поколений? Вот, поколения Y. Мы вчера по этому поводу смеялись, что да, что вот поколение Y, следующее поколение Z, это поколение людей, после родившихся в 91-м году или после 91-го года, которых называют мультитастикером. Это люди, которые живут в интернете, там, не знаю, мобильный телефон, iPad, много всего сразу делать, ничего не делать толком, рассеянное внимание и вот все прочие синдромы. Не знаю, что будет. Вы предположили, что следующее поколение будет называться поколение квадратная закрывающая скобка или открывающая. Ужас, очень страшно, закрывающая скобка. Спасибо, это была Атлата Николаева, редактор slon.ru. Спасибо.